всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео я поговорю еще раз о компрессоре 1176 я уже делал видео по сравнению этого компрессора точнее реплика этого компрессора от разных производителей обязательно посмотрите в базе знаний здесь сегодня хотел бы поговорить более подробно о способах применения этого плагина этого компрессора и почему он вообще стал таким можно сказать уже деньги легендарным его чаще всего используют на каких-то перкуссионных инструментах с резкой атакой то есть чего есть прям четкая такая так а его очень часто используют на вокале для такого особенно более такого как сказать smashed vocals то есть когда вокал прямо такой прям в можно сказать все на одном уровне то есть по динамике практически нет такой прям сжатый обычно это в рок-музыки в какой-то танцевальный поп музыки используется на вокале он очень хорошо работает и на бас-гитарах тоже очень часто его используют для интересной динамики но это мы частично сегодня посмотрим давайте поговорим о его настройки то есть здесь у нее нету привычных параметров threshold нету ну то есть прошел да нету здесь он фиксированный то есть что это значит значит что мы как бы разгоняем вот input входную громкость в зависимости от конечно же от громкости нашего исходного материала в некую стену ну представим что здесь такая нас как стена мы и как бы он вдавливаем в стену наш сигнал и в зависимости от того когда у нас врезается в стену наш звук вот потому закону рейдшук стоит у нас начинает компрессироваться звук то есть здесь показывается насколько у нас происходит компрессия в децибелах и дальше мы уже громкостью output выравниваем громкость с исходной чтобы у нас не было какого-то резкого усиления и перегруза на канале и в самом плагине вот и уже атакой релизом мы собственно регулируем то насколько это стена сильно воздействует на сигнал ну то есть скажем так что здесь такой же трешок просто мы не трешок регулируем а входящий звук в как бы скажет так вдавливаем в этот threshold то есть по сути то же самое что и у любых классических обычных компрессоров только чуть наоборот такой подход давайте посмотрим как это работает на примере баса есть такая бас-гитара по самой волне мы видим что здесь прям очень много таких вот транзиентов то есть щелчки а сам бас он такой достаточно тихий что мы можем сделать мы можем так настроить этот компрессор чтобы он атаку сразу съедал то есть эти все резкие какие-то щелчки и нам компрессировал так что мы сможем сделать погромче вот эти вот бас эту басовую составляющую самих нот как это делается здесь тоже очень интересный параметр атаки релиз для тех кто не знает это уникальный компрессор такой в котором вот эти параметры идут наоборот то есть это не миллисекунды потому что если тут может потому что это одна миллисекунда и 7 миллисекунд или там 7 секунд то это не совсем правильно здесь идет параметр от медленной атаки к быстрой скажем так скорость то есть представьте что это не секунды а это скорость то есть 1 это первая скорость 2 скорость 3 4 5 7 зачем выше скорость тем быстрее срабатывать тот или иной параметр соответственно если быстрее значит меньше в миллисекундном значении это занимает времени соответственно когда нам нужно например сделать очень быструю атаку то есть там одна миллисекунда две-три в таком диапазоне то как на обычном компрессоре мы делаем то это должна быть семерка или чуть там меньше семерки то семерка это максимальная скорость соответственно минимальное время здесь наоборот если мы привыкли сперва что здесь идут там миллисекунды миллисекунды потом ваши секунды и так далее да то есть на обычном компрессоре то есть мы от миллисекунд идем к секундам то есть чем дальше тем атака медленнее здесь наоборот сперва медленная атака а потом на все быстрее 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 то есть ну чтобы запомнить говорю про все воспринимать это как такие скорости не знаю там на велосипеде вот то есть первая скорость и там 7 скажем так то же самое стрелизм абсолютно а точные значения прямо вот миллисекундные секундные я вам не скажу для вот этих вот цифр это надо читать мануал по плагину плюс надо сказать что в каждой версии в каждой реплике этого плагина то кстати о чем мы говорили вот в другом видео по сравнению этих разных версий этого плагина от разных производителей разные значения то есть они чуть по-разному моделировали эти плагины и тут нет такого что единица это столько-то миллисекунд семерка это всегда столько-то секунд или там миллисекунд без такого нет это все тоже нужно читать мануалах но этот плагин никогда не настраивается по каким-то математическим значениям вообще компрессии это дело такое больше надо на слух ориентироваться поэтому сайты вам тоже развивать слух сразу и вот этот плагин особенно важно настраивать на слух то есть не смотреть на там чисто на то что показывает он или там какие-то значения как стоит а именно смотреть точнее слушать что у нас получается какой результат давайте вернемся к нашему примеру то есть я уже сказал что я хочу убрать эти щелчки атаки я поэтому просто сделаю атаку максимально быстрый и то же самое сделаю с релизом чтобы компрессор как бы съедал эти щелчки и тут же отпускал громкость что вот эта басовая составляющая эти басовые состояние ноты у меня как бы увеличились громкости потому что компрессор отпускает а громкость мы сейчас будем поднимать таким образом мы уравновесим эту басовую составляющую ну и компрессию этих пиков я думаю буду делать там децибел может быть на 5 на 6 сейчас все это отстроим то есть сейчас я выровнял выходную громкость по по сравнению с тем как это было без обработки и вот когда у нас одинаково громко стоит можно очень легко заметить разницу то есть разница именно вот в этих вот хвостах но то есть когда у нас компрессор не работает мы также вот эту слышим резкую атаку медиатором по басовой струне но при этом сами ноты очень такие тусклые они быстро угасают и вот этой басовой составляющей немножко не хватает давайте еще раз послушаем и давайте послушаем с компрессором то слышно как все ноты как бы звучат на одном уровне то есть у нас нет такого что одна нота провалилась другая выпиралась что атака слышно хвост затух слишком рано то есть таким образом можем вас сделать более таким весомым и равномерным более того можно сделать чуть большую такую компрессию случается такой рок роковый бас можно конечно атаку чуть-чуть замедлить чтобы вот эти щелчки чуть больше выпирали но конкретно в этой партии мне кажется это не нужно то есть это нужно наоборот когда не хватает щелчков когда басист играл очень мягко в миксе теряется бас-гитара и хочется вот эту атаку там пальцами или медиатором подчеркнуть тогда лучше стоит эту атаку приоткрывать а в данном случае у нас будет слишком много щелчков давайте послушаем ну вот даже у нас выходной каскад начинает перегружать из-за того что слишком медленно так и вот эти щелчки успевают проходить через нашу стену то есть для вот конкретно этой партии такие настройки на и на более подходящие и еще один интересный интересную особенность этого плагина я сейчас ну вообще этого прибора посмотрю но на примере уже с барабанами как часто используют этот плагин на примере барабанов его используют как параллельную компрессию то есть что это значит мы сейчас возьмем все барабаны которые у нас здесь есть именно сами барабаны ну например эти вот это все я выделю и отправим на какую-нибудь свободную шину пример третью полностью отправим то есть все в ноль как есть отправляю здесь назовем например компрессия то есть это меня параллельная обработка сейчас мы сфокусируемся на звучание этой партии я наверно даже сделаю по-другому потому что есть вероятность что у нас сейчас не будет звуков соло из-за того что это драмер и не знает особенность лоджика почему-то он не дает солировать сенд эффекты когда у нас речь идет о драмере поэтому я наверное сейчас просто сделаю на примере прям самой шины то есть я сейчас не буду использовать посыл а просто покажу на примере самого самой мастер шины то есть я сейчас отключу этот посыл чтобы было понятней но вообще лучше конечно эту компрессию использовать на правильной шине сейчас это чисто для демонстрационной цели показывают то есть я ставлю сейчас вот этот компрессор на саму шину всех барабанов куда идут все барабаны и что мы здесь можем сделать мы можем сделать также быструю атаку быстрый релиз и включить режим all что значит режим all дело в том что вот этого режима на реальном как бы реальном реальной версии этого компрессора и и нет но когда у нас есть реальной версии мы можем нажать все вот эти кнопки то есть мы можем нажать 4 рейшу 8 12 20 они не отщелкиваются они все одновременно могут быть нажиты вот таким образом у нас здесь либо такой большой рейшу либо вообще такой бесконечный как такой получается лимитр вот и при этом у него очень интересный характер то есть для этого разработчики из waves сделали режим all как будто ну был нажито все вот эти четыре кнопки и дать посмотрим как это работает то сейчас я сделаю такую достаточно сильную компрессию очень сильную и это использует как параллельное подмешивание для обычных барабанов то есть вот так нас барабаны звучали без а так они стали звучать после такой сильной компрессии ну тут input стоит так отстраивать чтобы все-таки стрелка успевала возвращаться в ноль чтобы полностью все не сжималась что вот барабан как бы дышали за счет этого такой появляется этот призвук комнаты и таких массивных барабанов но думаю идея понятно теперь давайте этот плагин с этими настройками все-таки переместим на эту параллельную шину и включим здесь посыл идти подмешаем этот к эту компрессию к барабанам чтобы было понятнее как это все звучит именно с компрессией то есть с такими настройками этого компрессора мы можем увеличить sustain барабанов и сделать их более массивными о вариантах параллельной компрессии я расскажу в отдельном видео то есть что здесь как лучше все настраивать в разных вариантах сейчас здесь мы чисто фокусируемся на этом плагине но думаю что вы уже можете перенять этот метод если вы еще не пользовались для параллельной компрессии вот так подмешивать к обычным барабаном необработанным вот такую сильную компрессию ну что ж на сегодня в этом видео все я думаю что вы уже теперь знаете как грамотно пользоваться этим плагином этим компрессором совет обязательно попробовать в работе напоминаю что он хорошо работает на перкуссионных инструментах на бочке на сныре на басу как мы уже посмотрели на вокале также то есть тоже его и так и отстраиваем можно интересный такой панчевый вокал получить 0 случае все это требует экспериментов ваших собственных на вашем собственном материале и практике для того чтобы потом уже более оперативно всем этим пользоваться с вами был дмитрий урсул желаю всем вдохновения и успехов увидимся с вами следующих видео всем пока